Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили сосиску за 2500 золота. Много или мало? Стоит ли покупать данный набор, тут решать вам. Ну и плюс к тому, возможно, вы это предложение увидите тогда, когда разработчики решат техническую проблему. Сейчас сначала упали серверы, ну а после того, как все-таки в игру получилось зайти, в магазине остались только 3 контейнера, но я думаю, что в ближайшее время все наладится и все назад вернется. Вы увидите предложение с тогом за 2500 золота. И за 2500 золота за последнее время его продают уже далеко не первый раз. Как видите, было один раз предложение за 2500 золота. Потом было еще одно предложение за 2500 золота. Короче говоря, это стандартный ценник, по которому сосиску пытаются продавать разработчики. Что собой представляет машина, обязательно сейчас разберем. Посмотрим на технические характеристики, сравним с другими машинами. Если, конечно, есть с кем сравнивать данного монстра. Ну и, соответственно, выкатим его из ангара для того, чтобы понять, чего стоит данная машина на самом деле. Перед тем, как начнем, хочу попросить каждого из вас уделить буквально 2 минуты вашего свободного времени на то, чтобы поддержать мой канал. Я не прошу от вас денег, я прошу вас помочь мне до конца месяца поднять рейтинг канала на YouTube. Сделать вы это можете очень просто. Перейдите на любые 3 видоса на моем канале, желательно те, которые вы не смотрели. Посмотрите хотя бы 20-30 секунд видео и напишите после этого комментарий, хотя бы, допустим, там с 10 или 20 знаками плюс. Я буду знать, что вы это сделали, мне будет дико приятно, а вы, в свою очередь, буквально за 2 минуты своего времени поможете мне поднять рейтинг. Спасибо вам большое, я буду вам безумно за это благодарен. Итак, ребят, что такое ТОК-2? Как я уже сказал, его продают и уже далеко не первый раз. Давайте посмотрим для начала на его броню. Вот так он выглядит и в прямой проекции против своего уровня играть на нем очень классно. Понятное дело, что когда вы попадаете на левел выше, но начинаются, скажем так, проблемы. Вас начинают разбирать. Что можно сказать по поводу минусов данной машины? Ну, какой тут минус? Первый минус это его размеры, его длина, потому что он настолько неповоротливый, что просто капец. Когда ты начинаешь на нем разворачиваться, это просто жесть какая-то. Ну и понятное дело, что в борта вас начинают разбирать. Ромбовать? Да, конечно, можно. Только если вы будете вот так вот ромбовать, окей, хорошо, приведенка у вас неплохая, но вам надо полностью весь корпус высунуть, ну, из-за какой-нибудь преграды, для того, чтобы ваша пушка наконец-то появилась из-за угла, допустим, дома, ну и, соответственно, в кого-то выстрелила. Башня бронирована довольно неплохо, но, опять-таки, пробиваются в определенных прямых проекциях. Тут, видите, все сделано углами, никаких тебе мягких скосов. Понятное дело, что при прямом попадании, при прямой проекции 100 мм брони вас спасать не будут. А вот так отыгрывать очень даже приятно и очень даже прикольно. Кто-то скажет, смотря, ну, смотря, простите, на вот эту вот картинку, что можно очень классно пробивать вот сюда вот. Но это не совсем так, потому что, когда вы видите в реальном своем исполнении ток, то сюда попасть, ну, выцелить вот этот момент очень сложно. Здесь есть гусли, здесь все закрыто. Короче, нифига ты здесь не видишь. Поэтому только на вот этой вот великолепной разноцветной картинке кажется, что туда его пробивать действительно просто. Ну, а по-настоящему вот эти места действительно хорошо закрыты гуслями и всякого рода обвесиками. Ну, что касается бортов, я сказал. Что касается кормы, да кому она нужна, когда борта вас шить можно. Короче говоря, машинка незаурядная, но и в то же время этим она и уникальна. Что хочется сказать про сравнение машины с другими. В свое время взяли тога второго и сделали из него бластероида, которого выложили в батл пассе ежемесячно. Я бы сказал, что машина удалась по одной простой причине, потому что ему добавили альфы. Броня вся была, в принципе, та же самая. Да, ДПМ упал, потому что время перезарядки было увеличено, но все-таки альфа делала свое дело. Что касается ДПМа, отдельно стоит отметить, что есть буквально несколько машин, которые преобладают над тогом. Это у нас Тигр 1, у нас есть Тигр Куромора Минне СП, который над ним преобладает, но машинка тоже очень редкая, поэтому я бы не сказал, что с ней стоит сравнивать. Ее все-таки заполучить не так уж и легко, как правило, за реальные деньги. Что касается того же самого Черчилля 7 и Черчилля МК 6, они тоже имеют слегка, слегка больше ДПМ, я бы сказал, что несущественно, чем у Тога. Ну и остается двое товарищей. Это Киборг, и если я не ошибаюсь, на Лесте он в батл пассе назывался Освободитель. Но могу ошибаться, поправьте меня в комментариях. Я его забирал именно как Киборга. Ну и КВ-2 со своим бревнометом. Но я бы не сказал, что с этой машиной тоже имеет смысл сравнить. Таким образом, получается, что по большому счету, три машины, которые действительно достойны сравнения, это два Черчилля и Тигр. И единственный, кто из них действительно преобладает по ДПМу, так это Тигр первый. Здесь спорить особо не будет. Во всех же остальных случаях ДПМ заявленный у нас гораздо круче. Альфа, в принципе, я бы не сказал, что фонтан, потому что она существенно меньше, чем практически у всех, кто есть на уровне. Но все-таки ни одной Альфой сыт будешь, а вот время перезарядки вас однозначно порадует. Заявленных 4,5 секунды, которые еще и улучшить можно. Ну и хотелось бы отметить, что это какое-никакое все-таки на своем уровне фармер. 157%, практически 160% доходности. И это действительно круто, потому что круче у нас только Черчилль МК-6, у которого ровно 160. Поэтому, ребят, смотрите сами, брать ли его как фармера. Ладно, я шучу, ради фарма его точно брать не стоит. Ну и что хочется сказать. Процент побед, ребят, процент побед однозначно не в нашу пользу, потому что, ну, огромное количество танков действительно преобладают по проценту побед над тогом вторым. Так что же такое ТОК-2 и с чем едят эту сосиску? Ну, едят ее, в принципе, абсолютно просто, сжирают довольно легко, если находят к ней подход. А вот если вы найдете к ней подход, ну, тогда будет вам счастье и действительно фан и удовлетворение. Кто-то будет смеяться надо мной в комментариях по поводу того, что ТОК-2 это реально не та машина, которая может доставлять фан. Вопрос только в том, а что есть фан конкретно для вас? Мне, допустим, фаново, и мне достаточно заехать в бой на чем-то максимально экстраординарном. Но вот когда я заезжаю, допустим, на могильщике, я заезжаю на уникальной машине. Когда я заезжаю на франкенштанке, это уникальная машина. Титаны, это тоже, в принципе, по большому счету, уникальные машины и некоторые из них со своей механикой уникальны. ТОК-2, его сравнивать не с кем. Бластероид, все, привет, и то Бластероид это клон ТОГа. И получается, что ТОК-2 это такая машина, которая кардинально отличается от всех, вот просто всех машин. И если мы говорим о том, что большинство наших коллекционных и премиумных машин с кого-то перерисованы, из каких-то проходных машин, ну или, я не знаю, там, если даже не полностью в ноль перерисованы, то, по крайней мере, взяты за основу, то ТОК-2 это уникальный аппарат, который брался за основу реально существующий танк. И не более того, вы не найдете машин, похожих на него. У него очень хорошая точность, у него очень бодрое время перезарядки. К техническим характеристикам мы сейчас вернемся с вами. Вы действительно можете бодренько, по чуть-чуть, не спорю, но все-таки разжирать, по-другому это не назовешь, своих соперников, получая от этого массу удовлетворения. Но единственное что, если вы не ожидаете от своего танка какой-то бодрой подвижности, суперманевренности, большого количества альфы, которые вы реально накидываете за каждый выстрел, но в целом, ребят, машина очень фановая. Да, Т-25 не соперник нам, у него не тот совсем уровень пробития, тем более, что это пятерка. Ну а за время боя, и пока я с вами весело и задорно общаюсь, я умудрился сделать уже два фрага. И сейчас надеюсь сделать третий, ну просто потому что жадность меня забирает, я хочу прям много-много накосить и сказать вам, и доказать, что ТОК-2 это фановая машина. Я не буду говорить по поводу того, что... Жадина! Я не буду говорить по поводу того, что ТОК-2 это результативная машина. Это машина, которая позволит вам, не знаю, там, да, пока задницу спрячу, блин, в ангар уеду. Я не буду говорить по поводу того, что ТОК-2 это фармер. Я не буду говорить по поводу того, что это нагибатор. Я буду говорить о том, что это просто уникальная, нестандартная машина в нашей игре. И этого у нее не отнять. Да, по-моему, сейчас ГСН поиграет или все-таки смогу отсюда выехать. Существенной проблемой являются крайне большие размеры, крайне длинный корпус. И как вы видели в истории с тем же самым выстрелом мне сейчас от ПТМ, я просто физически не мог спрятаться. И по большому счету я либо получил бы в морду, либо в корму. Вверх орудие поднимается просто суперски. Ну давай, падай ко мне. Ремкаемся и погнали тебя разбирать. Не знаю, чем это для меня сейчас закончится, но явно не тем, что он меня разберет. И еще одним плюсом для команды, кстати, в том числе ТОГа второго, является то, что ТОГ второй на себя забирает добротное количество ХП. Я имею в виду, что пока этого брата в бою будут пытаться разобрать... Так, надо, наверное, по помощи попросить кого-то. Пока этого брата в бою будут пытаться разобрать, отвлекаясь именно на вас, ваши союзники, если они не будут тормозить, они реально могут сделать хорошие вещи. Они могут раскидывать тех ребят, которые сейчас пытаются разобрать вас. Ну и плюс на себя вы перетягиваете хороший кусок одеяла по ХП, который тоже надо пытаться отобрать у вашей команды. Вот так вот отыгрался ТОГ в данном бою. Я сделал три фрага, я получил массу удовлетворений. И поверьте мне, если бы я еще при этом меньше разговаривал, то, возможно, бы я и бой затащить смог. Может не на передовую на нем ехать, так как это сделал сейчас я. Я сделал несколько ошибок, я поворачивался бортом, я не буду отрицать своих ошибок. Но все-таки, если вы на ТОГе втором, в прямой проекции, попадая в бой против своих одноклассников, где-нибудь становитесь прямо, отыгрываете так, чтобы у вас не был виден нижний бронелист, ребят, ну очень сложно вас раздолбать. Вот серьезно, пока вас будут разбирать с учетом запаса вашей прочности, но они не то что вспотеют, они в мозоли себе пальцы сотрут, пока будут вас выцеливать и, соответственно, вас отбрасывать. Я считаю, что для ТОГа это крайне, крайне большой плюс. Ну что, досматриваем результаты боя, будем подводить итоги по результатам того, что у нас получилось с вами. Ну а, соответственно, и плюс-минус понимать, а стоит ли приобретать себе ТОГа второго, и если да, то зачем? Бой закончился нашей победой. Спасибо большое нашей команде за то, что очень качественно, грамотно отыграла. Жаль, что я все-таки не смог сделать больше, чем три фрага, хотя потенциально мог, мог сделать больше. 3300 единиц урона нанесенного, знак классности первой степени. Ребят, о чем это говорит? Это говорит о том, что на ТОГе реально можно делать классные результаты. Что касается фарма, помните, я говорил, что это не фармер такой, чтобы прям вот ого-го, но даже в таком вот бою я получаю 85,5, ребят, тысяч серебром. И, по-моему, это круто. Почему я говорил, что это не фармер? Потому что не все бои такие у вас будут, ну и, соответственно, рассчитывать на ровный постоянный доход от этой машины не приходится. Но, какой-никакой, а фарм получать вы будете. Что касается результатов по команде, обратите внимание, кто бой-то затащил. Затащил ТОГ-2. И не потому, что я суперпрофессиональный, а потому, что ТОГ-2 действительно стоящая машина. Вы обратили внимание на то, как прошел бой? Он прошел абсолютно спокойно, абсолютно монотонно. И поначалу соперники хотели разобрать кого угодно, кроме меня. И с горки никто не слазил, потому что знали, что уровень этого танка по ХП, он крайне тяжело преодолим. Теперь, что касается орудия. Время сведения 4. Разброс меньше 3. Кто-то скажет, что время сведения 4 это просто ужасная цифра. Да, когда вы видите ее вот так вот, она просто ужасная. Я бы тоже испугался. Но эти цифры, ребят, я не устану повторять. Не надо заценивать в таблицах или в сравнительных таблицах. Вот эти цифры и вот эту цифру, я имею ввиду угол склонения вниз, необходимо заценивать непосредственно в самом бою. Там, где вы в реальных событиях можете попытаться применить заявленные характеристики машины. И может быть такое, что заявленная цифра в 4 секунды времени сведения покажется вам абсолютно нормальной и приемлемой. А цифра в 3 секунды вас расстроит, потому что ее не хватает. Короче говоря, несмотря на завышение вот этой цифры, играется очень приятно и очень комфортно. Урон в виде ДПМа, он реализуем. Главное просто понимать, как Тога отыгрывать. Время перезарядки просто божественное. Уровня пробития больше, чем достаточно на своем уровне. И альфа в 160, надетая на время перезарядки, тоже вас, поверьте, порадует. Лучше по 160 каждые 4,5, чем по 200 каждые 6,5. Но это мое субъективное мнение, а вы напишите свое. И угол склонения вниз, как я уже сказал, минус 10 на данной машине, в принципе, отыгрывается неплохо. Но все же, ребят, с учетом того, как она бронирована, против одноклассников, да. Но против кого-то уровнем повыше, не очень. Нужен ли вам Тог-2? Решать вам. Ну и напомню, ребят, я буду вам очень благодарен, если вы зайдете на 3 моих видоса, посмотрите 30 секунд и напишите мне комментарий в количестве 20 плюсов. Спасибо вам большое, я вам буду безумно благодарен. На данный момент у меня все. Покупать или не покупать Тога решать вам. Я себе приобрел, хоть на Твинк, но приобрел. И играю с удовольствием. На данный момент все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!